Друзья, всем привет с севера Испании. Это моё третье видео уже отсюда. Сегодня у нас в программе национальный парк, куда я вас обязательно беру с собой. Погнали! На самом деле, сегодня мы посмотрим целых два национальных парка. Los Picos de Europa и Las Ubinas. А также посмотрим города Авиета и Хихон. Ну и, конечно же, полетаем на дроне. Смотрите, какая схема. Мы приехали в национальный парк Los Picos de Europa. И вот там вот прямо стоит ограничение на проезд, как это называется, шлагбаум. Значит, суть какая? На машине туда нельзя, только авторизированный транспорт туда может приезжать. Авторизированный транспорт – это обычным туристам можно приехать либо на автобусе, либо на такси. Автобус 12 евро с человека. Точнее, наоборот, 9 евро такси 12 евро с человека. До озера, на которое мы хотим попасть, ещё нужно проехать 12 километров, кажется. В общем, далеко пешком не пройти, соответственно, надо на каком-то транспорте добираться. Мы сейчас тут немножечко вокруг посмотрим, что ещё, прогуляемся и будем думать, как дальше пройти. Скорее всего, на такси. Но суть какая? На такси. Нас, допустим, 4 человека. На такси он поедет только, когда нас будет 8 человек. То есть нам надо дождаться ещё 4-х людей. Мы не можем просто так сесть и сказать «поехали на такси». Мы поехали на автобусе. Ехать полчаса по серпантину. Вид очень красивый. Много коров посевываются. Они прямо по дороге ходят. Тимлята такие миленькие. Еле как тут разъезжаются. Все друг друга пропускают автобусы. Ну, дорога такая, конечно. Опасная. Стоит мы рада. Трафик оживлённый и автобус сразу оживился тоже. У нас, справедливости сказать, много детей в стопусе. Схема местности с пешеходными тропами. Просто нереальные виды. Вот такая вот тропа. Здесь есть два маршота. Один полегче, один посложнее. Ну, точнее, как полегче, посложнее. Один подольше, один покороче. Один на 3 километра, кажется, а другой на 5,5. Национальный парк Лос-Пикос де Европа. Можно для удобства перейти, как в веке Европы. Это второй по величине национальный парк Испании. Он принадлежит одновременно трем провинциям. Астурия, Кантабрия и Леон. Так как парк огромный, то и выбор, чтобы осмотреть, здесь имеется. Вы можете найти здесь 17 смотровых площадок с потрясающими видами на окружающие пейзажи. Более 30 маршрутов для самостоятельного посещения. Маршруты для альпинистов, средневековые деревни, ущелья, озера и реки. Нужно корову. Нужно близко-близко к коровам, чтобы прям вот так вот мордошками снять. И глаза огромные, ресницы вот эти. Нашли вольно стоящую корову. Не где-то на склонах, на холмах, а к которым можно подойти поближе. Какая она красивая. Спокойно не дают поесть. Папарацци всякие приходят, да, скажи? Как бы она красивая. А знаете, что за моей спиной? Озеро, только его не видно, потому что неожиданно нас нагнало облако, и теперь всё в тумане. Мы теперь снимаем Silent Hill здесь. Подошли к озеру. Здесь уже, как видите, больше людей. Люди фотографируются, но рассредоточены все. Достаточно открытое большое пространство. Можно ходить и гулять по всему полю, гонять коров, рвать полевые цветочки. Ладно, нельзя рвать, конечно же. Но, в общем, гулять, фоткаться. Вон бордер Коли бегает. Раздолье им тут. Красота. Так, пожалуйста, тучи расходитесь. Мне нужно сделать красивые фоточки. Вот так вот. Объяснила, кто здесь главный. Смотрите, какой туман. Вообще не видно ту сторону озера. Мы дождались, когда облако противимо, и теперь видно. Всё, озеро практически. Сейчас там ещё чуть-чуть уйдет, сзади облочков и всё. Наш выбор пал на озера Кавадонге. Кавадонга Лейкс. Как следует из названия, на этом маршруте мы увидим несколько невероятно красивых озер. Лагода Эйноль и Лагода Лайрсина. Оп, уже новая туча набежала, и снова озеро. Не видно. У них врага такие в стороны просто. Ох, мы сейчас карабкались снизу озеро, вот сюда наверх. Так что обувь нужно надевать удобную. Было бодро подниматься. Встречают телята. Красавчики, да? Там мать, видимо, звенит. Такая вся камнистая, извилистая. То вверх идём, то вниз, то вверх, то вниз. Надо быть внимательным. Идём по маршруту, и здесь у нас сопровождение на протяжении всего пути коровьих этих колокольчиков. Не было ни участочка, чтобы не было слышно эти колокольчики у них на шее. Спуск, который мне предстоит сейчас осилить. Вот, да, наша тропа, он продолжается. Помимо козочек, ой, так, помимо коров, тут нас ещё встречают овцы. Стадо. Красавчики. О, завернулся. Привет. Поздоровайся с моими подписчиками. Скажи привет, поливины, подписчики. Поставьте лайк под этим видео. Прошли мы по маршруту и вышли ко второму озеру. Всё так же облачно, но что-то даже видно. Красота! Просто нереальная красота. Мы это озеро обходим по кругу, и я не могу остановиться, это всё снимать. Андрео. В парке, итого мы пробыли где-то 3,5 часа, плюс 20 минут на автобусе, около 4 часов. На большой маршрут, на остановку на обед, на остановку на кучу фотографий, видеосъёмки. И когда нам уезжать, начало выглядывать солнышко и освещать дальние горы. Теперь даже можно рассмотреть, что там находится на горизонте. Сейчас пойдём на остановку, ждать автобус, там уже достаточно много людей. Надеюсь, мы все поместимся. В автобусу не придётся ждать следующий. Классное место. Рекомендацион. Однозначное посещение. На обратном пути мы заглянули в деревню Кавадонго с её красивой базинникой. Возле церкви здесь вот такая вот площадка есть, где нужно погулять, посидеть на лавочках, пофоткаться и полюбоваться таким вот видом. Достаточно необычный такой дизайн. Красивый, из красного кирпича. Вид, конечно, крутяцкий. Привет из следующего дня. Мы пришли на необитаемый пляж. Можно сказать так, необитаемый, потому что здесь никого нету. И спасателей нету, есть только крабики и ящерицы. И мы хотим здесь полетать немножко на дроне. Без людей, без машин, без никого. Запустить немножечко дрона. Крабики расползаются от меня. Куда они иду, они сразу прячутся. А, вон они в воде, смотрите, крабики ползут. Ловим обед. Без Windisch Ловим обед. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Полетали на троне Полюбовались видами Послушали же море И сейчас направляемся в город На побережье, достаточно крупный Хихон, там уже летать нельзя Будем просто гулять Обедать И показывать его вам Хихон является самым большим городом В провинции Астурии Когда-то давно это был промышленный город А теперь он превратился В современный туристический центр С прогулочными набережными Оживленными ресторанами И знаковыми достопримечательностями Численность Хихоны приближается К 300 тысячам человек Отель сделан под круизный лайнер У них там вот свой бассейн Лежаки Палубы Мачта Здесь переходят вот так вот в бухту Где можно тоже поплавать И вот там уже пляж Еще один В Хихоне В городе несколько пляжей И кажется, что береговая линия Ну просто бесконечная Я только сейчас его увидела Что он пищит Какой маленький Серенький Тенчик чайки При этом Хихон Не является самым популярным Пляжным курортом Но здесь также есть прекрасная возможность Провести время на побережье При этом надо быть осторожным Так как, например, акватории пляжа Сан-Лоренцо Характеризуются сильными течениями И резкими перепадами глубины А еще после прогулок в горах Здесь сильно ощущается влажность воздуха Сегодня не самый жаркий день 24 градуса всего Воздух Вода Ну и того прохладнее А людей очень много В ресторан с морепродуктами пришли И, конечно же, на выбор Что сегодня есть в меню Ребята, всем привет Я вас есть не буду Я выберу что-нибудь другое Мы когда пришли в ресторан Никого не было И на всех салатах стоит пабличка резервата То есть все разбронировано И вот один столик был не забронирован За который нас посадили И дальше все забронировано В общем, место довольно популярное получается Значит и вкусное Этот ресторан я выбрала по мапам По гугл-картам Хотела обязательно морепродуктов Так как мы уже находимся в порту В океане Узле океана, конечно же Хотелось поесть морепродуктов Оценки у этого ресторана Высокие 4.1 И оставлено полторы тысячи отзывов Поэтому без сомнения отправились сюда Самое интересное Что в меню тех блюд не было Которые я по картинкам увидела Там же в гугл-картах можно посмотреть Картинки разные То, что там в отзывах оставляются И я хотела такие вот специальные ракушечки А смотрю, в меню их нету Там есть обычные миди Еще какие-то вот эти вот Которые такие мелкие ракушки Тоже А то, что мне хотелось, нет Оказалось, что там вот за мной Есть какое-то а-ля Daily меню или что-то Ну, в общем, свежачок, который Специальное предложение И они в этом меню Потому что, когда я показала картинку официанту Говорю, я вот это вот хочу Пойти на телефоне, показываю ему А, да-да-да, это типа туда А, ну, соответственно, с нами по-английски Опять не разговаривают И, скорее всего, все, что там написано Это вот те морские обитатели Которые в бассейне плавают на первом этаже Ю-ху, принесли наше блюдо Тут, значит, ничего необычного Просто гигантские креветки Они просто, вот, посмотрите Практически с ладонью меня А это Замбуриньес называется по-испански По-русски Морские гребешки По-английски Скалоп Ну что, будем дегустировать По ракушкам Вот это вот Сама ракушечка, улиточка, как мяско Оно практически не прикреплено Оно легко так вот снимается И все, и ешь М-м-м-м-м-м-м Супер По креветке Три часа я ее чистила Потом сдалась Начала просто руками ее раскрыгивать Но мясо тоже очень ссадкое Вкусное Мягонькое И много его То есть это не обычная маленькая креветочка Тут прям Такая она Нажористая Кстати, я вам совсем не рассказала про место, где мы живем И откуда совершаются все эти поездки Это город Авьеда Столица региона Астурия Куда мы приехали из Бильбао, взяв машину на прокат Если вы еще не видели мои предыдущие видео из Бильбао И Рибодесели Обязательно посмотрите Виды там потрясающие Так вот Авьеда это крупный промышленный торговый центр Ну как крупный Опять же, по меркам Испании Население здесь всего 220 тысяч человек В этом городе прекрасно сочетаются истории, религии и архитектура Визитной карточкой Авьеды является собор Сан Сальвадор А уютные улочки пересекают парки и скверы со множеством фонтанов и скульптур Из Авьеды было достаточно удобно добираться во все места, которые мы посетили в этом видео И наша последняя точка для седневания, куда мы направимся, это еще один национальный парк Еще одна точка в нашем маршруте по северу Испании Национальный парк Лас Убиньес Он находится приблизительно в 40 километрах от города Авьеда Где мы остановились Очень красивое, живописное место Сейчас мы идем по пешеходному маршруту Будем смотреть красоты Какое-то время здесь распространен каякинг, видимо, но не совсем сейчас Потому что воды достаточно мало, видно, что озеро пересекает Какие-то дети пришли Летние развлечения, лагерь Что-то тут какая-то движуха Красивое место вокруг горы Будем сейчас идти дальше по пешеходному маршруту И снимать вам эту всю красоту Карта парка Мы сейчас вот здесь вот возле озера Переходим озеро и идем дальше по пешеходному маршруту Природа тут, конечно, бомбическая Просто вот фундук растет в лесу Инжир мы проходили, проезжали там деревья инжирные Вишня дикая Ежевика в тот же список В принципе, можно уйти в лес и жить тут Питаться лесной едой Так, юные натуралисты продолжают исследовать лес Список уже пополнился мятой, сливой, грибами Причем седобными Ищем дальше, что тут можно Найти съедобного Покупка дрона оказывает сильное влияние на то, где я в итоге оказываюсь Так как постоянно приходится проверять, где летать можно, а где нет И в 2023 году я оказалась в таких местах, в которых не планировала никогда оказываться И даже не знала о их существовании Самым красивым открытием считаю городочек Риба-де-Селья Обязательно посмотрите съемки оттуда Возможно, вы тоже захотите поставить его в свой тревел-лист Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну и приехали уже на следующую точку Все в этом же национальном парке Но другая локация Тут на самом деле пешеходная тропа Бесконечная Можно гулять, я не знаю, наверное на сотни километров Она растягивается И просто идешь, идешь, идешь вдоль В общем, на той точке мы уже посмотрели Как бы вокруг дальше идти было, в принципе Ну, как сказать, бессмысленно Просто было бы все то же самое Мы решили проехаться немножко И остановиться на другой локации То есть тут есть такие как бы парковки Мини-остановки Там с кафешками, еще с чем-то И ты заходишь и как бы Либо продолжаешь маршрут Либо заново идешь В общем Мы чуть-чуть поменять, получается, локацию И здесь идем Эта тропа уже более оживленная Там гораздо было меньше людей Здесь прям потоком И в ту сторону, и обратно Встречаются люди На великах И с детьми Обычные Прогуливающиеся Туристы Намного оживленнее участок уже Виды все так же красивые Хвойные Зелененькие Но и Пасмурнее стало Видите, вот такая вот решетка Здесь идет по Периметру, по всему пути И это не просто решетка Там еще натянут провод К которому, по всей видимости Подключено электричество Плюс есть такое объявление Пожалуйста, не кормите медведей У них уже есть Еда Спасибо за внимание Так что Понимаете, да? Кто здесь по соседству тусит Вот и мишка Мы, конечно же, идем туда наверх Почему все время какие-то маршруты С вот такими вот ступеньками Которые заставляют Мой пульс быть 200 ударов в минуту Ну что ж, на этом мой рассказ о путешествии по северу Испании подходит к концу Перед поездкой у меня не было особо больших ожиданий Да, и решались места для посещения достаточно спонтанно и на ходу Поэтому, оказавшись в этом регионе Я была впечатлена его красотой Уютностью И, конечно же, природой А вообще, пишите комментарии Понравился ли вам север Испании И хотели бы вы здесь побывать Ну и, конечно же, увидимся в следующих видео Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok